Все-таки 21 век на дворе, поэтому мы исходим из практического понимания вопроса. Что касается капеллы, с моей точки зрения, это ошибка. Он сейчас не просто бесполезен в сборной, а с каждым днем его пребывания на посту, мы откатываемся назад. Другой вопрос, что задорого подписали, теперь нужно задорого с ним расставаться. Хорошо, что есть добрый Алишер Усманов, как было сказано одним из руководителей Российского футбольного союза. Но я считаю, что у нас есть замечательные люди, которые имеющие российский паспорт, при этом обладающие необходимыми футбольными знаниями для того, чтобы работать со сборной. Хотите, чтобы я назвал фамилии? Пожалуйста, это и тот же Слуцкий. Почему не Карпин, почему не Черчесов, не знаю, Гончаренко, в конце концов, еще один замечательный русскоговорящий человек. Поэтому в этом смысле мы нормально подпоясаны, так скажем, для того, чтобы ориентироваться на какой-то футбольный успех. С другой стороны, бесконечные разговоры про лимит, нужен ли он или нет, про избалованных футболистов и все такое прочее. Ну, вот такая наша боль общая, футбол, мы за сборную очень переживаем, за команды наши переживаем, но что-то не получается. Поэтому уже давно все приличные люди, собственно, перестали интересоваться футболом и перешли на биатлон, на хоккей, на плавание, на легкую атлетику. Есть масса видов спорта, уважаемые друзья, поэтому как-то так. Продолжение следует...